От суперважного, Марк, мы с вами начнем, это, конечно, то, что, несомненно, я думаю, вы тоже это понимаете, Российская Федерация подписала договор с африканской стороной Буркина-Фасо о неразмещении вооружений в космосе, более судьбоносного, более важного события вокруг России сложно себе и представить. Но бедному несчастному Лаврову, конечно же, нужно было не только подписывать договор о неразмещении ядерного оружия в космосе, но еще и, точнее, просто вооружение в космосе, но еще и сказывать свои, ну, чуть ли не соболезнования и несочувствия, потому что один из ближайших друзей Российской Федерации, человек, которому они точно симпатизируют такой себя, насрала, отправился, как мы обычно говорим, на концерт Кобзона. Я уж не знаю, продиктовано ли это событие тем, как вы сегодня выбирали свой лук на этот эфир. Тем не менее, армия обороны Израиля нанесла удар по бункеру, в котором находился лидер Хезбалэ. Сейчас уже как раз перед нашим эфиром стало известно, что Израиль отметает все предложения по поводу того, чтобы, как принято говорить, не эскалировать и готовится к наземному вторжению в Южный Ливан. Два события, на которые я прошу вас отреагировать. Первое, это, конечно, то, что был ликвидирован столь важный лидер террористической организации. А второе, это то, что это бункер, то, что интереснее больше всего нам. Вот смотрите, что касается, в принципе, как был уничтожен Усрала, там не единственный, там чуть ли не 17 военных руководителей, там целый список. То есть, фактически полностью обезглавлена военная часть Хезбаллы, потому что там есть, чтобы понимали, и гражданские руководители, потому что Хезбалла – это государство государства. То есть, вот они при деньгах с помощью Ирана финансировали шиитов, население, создавали школы и так далее. Многие ставят им это в заслугу. Ну, послушайте, ради бога, если в Ливане они занимались там еще и гражданской деятельностью под собственным контролем, то ради бога, но помимо этого они занимались откровенным терроризмом. И таковой организацией террористической, принятой в качестве таковой, не только в западном мире, но и на Ближнем Востоке и в арабских странах суннитского пояса. Они же все радуются, больше, чем евреи, радуются сунниты. Почитайте, что в Бахрейне, в других местах, в Саудовской Арабе. То есть, ненависть такая, как ножу шиитского Ирана в теле суннитского арабского Востока. Радость неимоверна. Суннитских, подчеркиваю, арабских странах. Насрала большой террорист, мне всяких сомнений, на его совести сотни тысяч жизней не только евреев, а американцев, самих арабов. Это по всему миру поддержка террористических деятельств. Ну, прежде всего, арабского Востока, конечно. Надо понимать, насколько сильны противоречия между суннитами и шиитами. Ну, прежде всего, конечно, Риадом и Тегераном. А именно здесь, в самом сердце Востока, вот говорят, Израиль, еврейское государство в окружении Большого Арабского моря. А здесь еще хуже, потому что шиитская группировка, поддерживаемая Ираном, реально являлась чем-то очень особенным даже в арабском мире. Понимаете? Потому что это не территория шиитов считается. То есть это, в общем, близко к святым местам и принято считать, что это все-таки суннитское пространство. Ну, опять же. Да, убийством Насралы меняется вообще все. Дело в том, что некоторые наблюдатели и даже люди из Хазбаллы говорят, ну, это конец Хазбаллы. Столько нескольких подряд ударов, это и обозглавленное руководство, это взрывы пейджеров, что очень креативно, да. И смотрите, кстати, и в Хамас ведь убит руководитель Политбюро. Мы знаем, Хания был убит не так давно в Тегеране, вот, в ходе его визита туда. Это говорит о том, что, в общем и целом, да, Израиль обеспечивает собственными силами свою безопасность, прежде всего, с севера. У Хазбаллы сейчас, в ее нынешнем состоянии, после всех этих пейджеров, после ударов по, значит, территории, ну, так сказать, юга Ливана, это север Израиля, там на границе эти все проблемы. И после вот этого удара по Беруту и ликвидации Насралы, по существу, конечно, сил и возможностей для атаки на Израиль непосредственно сейчас, скорее всего, нет. Сейчас, скорее всего, и даже Иран, который стимулирует это все, ну, конечно, в этой ситуации, вы же понимаете, это не просто уничтожение военных руководителей, это же цепочки связи, коммуникации. Да, они там все коррупционируют, но все равно это поставка вооружения, отношения, много чего завязано руководителем. Любой руководитель, ну, вот, как говорил Наполеон, стадо баранов, руководимое Львом, или баран во главе Львов, понимаете? Это очень важно, это о роли личности, роли руководителя, военного руководителя говорится. Поэтому, на самом деле, предшественников ведь тоже убили Насралы, вот, и я думаю, последующего руководителя, кого бы не назначили, тоже убьют. Скорее всего, с высокой степенью вероятности, это будет именно так, такая цепочка событий. Поэтому я полагаю, что вот проблема с севера для Израиля, она сейчас решена на какой-то момент. Сейчас, говорят, анонсируют сухопутную операцию, я думаю, логальная какая-то операция будет, и Израиль ее проведет, молниеносно проведет, и сейчас там уже не очень понятно, значит, как обороняться, что делать, как организовывать защиту этих южных регионов Львана, с учетом того, что там именно Хазбалла и находится. Более того, вы понимаете, Льван очень специфическое государство, пережившее тяжелейшую гражданскую войну, непосредственно именно по вине швидского Ирана и, соответственно, Хазбаллы, как ее инструменты. Я очень хорошо помню те времена, вот это 70-80-х годы, когда, собственно, вообще, так сказать, Льван лежал, берут, лежал в руинах, просто в руинах. Надо сказать, что в отличие от многих стран именно этой части Ближнего Востока, Льван-то как раз имеет существенное христианское население, огромное влияние французское, поскольку американское, и надо сказать, что с Израилем отношение вот у христианской части Львана, Львана-христиану, оно, в общем, вполне комплементарно, не воюетом выяснять, в общем, нечего, отдавая отчет, что у Израиля нет экспансионистских территориальных намерений захватывать Льван или что-то с ним делать, нет. Обеспечение безопасности – это проблема, которая вызвана наличием именно Хазбаллы на юге Львана и постоянных угроз, там, то атака, и они, кстати, принимали участие в атаке иранской, если вы помните, тоже обстреливали север Израиля, и вот результат, и вот ответ. То есть, даже еще не начав сухопутную операцию на юге Львана, Израиль получил невероятные преимущества, и, по сути, я не думаю, что будет существенным сопротивлением со стороны остатков Хазбаллы, ну, тех, кто руководит, я имею в виду, сама по себе она насчитывает около 50 тысяч, говорят по разным оценкам, активистов, бойцов, уж не знаю, сколько пострадало от пейджеров, это уже пусть эксперты комментируют, но я могу сказать, что это, возможно, перелом во всем ходе событий на Ближнем Востоке. Если за минусом Хазбаллы на какое-то время хотя бы начнется новый этап, каких игр, переговоров и, значит, договоренностей, если хотите, при последствии Соединенных Штатов, разумеется, Соединенные Штаты сейчас воспользуются этой ситуацией, то это уже будет новый мир, в котором роль Ирана и его влияние, с учетом того, что происходит в секторе Газа, и то, что происходит сейчас в Ливане в отношении Хазбаллы, будет сильно понижен. И это в интересах Суницкого Востока, арабских стран Суницкого Востока. Безусловно, они тоже хотят понижения этого влияния, не иметь, значит, тыла в виде боеспособной весьма Хазбаллы, никто не отрицает этого, которая, в общем, ну, ей занимается судьбой, и созданием занимался Ксир, все знают, да, корпус стражи Исламской революции, это радикальное военное крыло исламистского Ирана, вот, и там ведь тоже непростые сейчас времена, в Иране говорят о противоречиях между имеющимися между Ксир, руководством ее, и, собственно, значит, религиозным руководством, исламского руководства Ирана. Ну, опять же, это может быть преувеличено, но нельзя исключать, что очень много провалов, так сказать, имеет место, можно допустить, что в разных концах света, и на Ближнем Востоке, и в других местах, ну, как-то стало много проблем, и, возможно, там есть внутренние противоречия, которых мы глазу не видим, и кто их не покажет. Но я думаю, что провал Хазбаллы отнесут на счет Ксир, что Ксир не смог обеспечить защиту, собственно говоря, созданных им организаций, ну, вот, на Ближнем Востоке, в Ливане. Как из этого будут они выбираться, собственно, а не будут пытаться это сделать, ну, загадка. Мстить, там, как говорят, вот, Израиль отомстят, еще что-то нечем сейчас, ну, нет возможности, потому что, повторяю, обезглавленное руководство Хазбаллы, конечно, вряд ли сможет сейчас какую-то организовать оборону или действия, которые выглядеть будут как ответные, эффективные и так далее. Вот. Ну, и Израилю будет проще. Любая попытка атаки на него со стороны Ирана, она сейчас уже вряд ли будет существенно поддержана Хазбаллой. Я вам больше того скажу, есть понимание, скажем, выразимся так, что и сами члены Хазбаллы, особенно вот той части, о которой я в начале ответа сказал, гражданские части руководства, это обычно руководители провинции, в БК или где-нибудь еще, они не в восторге от всего этого. Они как раз не хотели ввязывания в войну, связанную с сектором газа и событием 7 октября 2023 года. Там тоже были внутренние противоречия очень большие. Да, Иран заставлял вовлекаться Хазбаллу, и что им, они готовы расходовать, значит, ливанских активистов Хазбаллы, какая им разница. А внутри руководства не было однозначного решения о том, чтобы вовлечься в войну с севера, с Израилем. И это тоже может повлиять, потому что сейчас для многих это более, скажем, выгодная даже ситуация внутри Хазбаллы. Ну, что, погибли военные руководители, мы теперь восстанавливаться будем. Почти все военное руководство, значит, сейчас займемся гражданскими делами, а не то, чтобы сейчас идти и воевать с Израилем. Нет для этого возможностей никаких. Это тоже многим выгодно, и поэтому, может быть, не исключено, что Ливан вообще сейчас переформатируется, как страна. Исчезнет вот это то ли дуализм, то ли, так сказать, вот это рассредоточение власти, потому что непонятно, есть президент, есть премьер-министр, там очень влиятельные семьи ливанских христиан, но известная Харири семья, вы знаете, там поочередно их всех убивают. Значит, и известного Рафика Харири премьер-министра в свое время взорвали, так сказать, целый квартал взорвали, чтобы его взорвать. Премьер-министра, там, сын его возглавляет партию, насколько я понимаю сейчас. Я, еще что, я не узкий специалист по Ближнему Востоку, но мой политический анализ позволяет из всех публичных источников понять, куда развивается ситуация, не более того. То есть, если понадобятся детали, об этом надо действительно говорить с узкими специалистами, которые знают Востоку, знают язык арабский, ну, не знаю, Израиль знают, следят за этим, значит, имеют внутренние даже инсайды, и такие люди есть, я знаю этих людей. Вот, но из общения с ними я вот слышал, что, вот, накладывается еще та проблема для Хазбаллы, что там неоднородная среда в части решения о том, чтобы вовлечься в войну с Израилем. Там особенно воевать с Израилем-то не хотят. И я думаю, Израиль не случайно предпринял все эти действия, зная об этой неоднозначности внутри руководства, ну, и там, на разных уровнях. Нам эта вообще история с ХАМАЗ вообще не нужна. Пусть они там сами разбираются, иначе ввергнувшись в войну с Израилем, можно и проиграть запросто. Что сейчас мы отчасти наблюдаем. Поэтому я бы сказал, что лучший бы выход был бы, если бы ливанское руководство, там есть и мусульмане, христиане, и там много народа, друзы там и так далее, чтобы они все-таки сумели создать полноценное государство. Это сейчас очень хорошая возможность изгнать иранское влияние из территории Ливана, создать нормальное государство, мусульман, христиан и так далее, которое, в общем, займет линию на мирное сосуществование, которое позволит просто Ирану быть, да, извините, Ливану быть раем. Это же райская земля. Там невероятные пляжи, так сказать, они себя европейцами, многие считают, там очень европеизированная эта часть Востока. Очень европеизированная. Ну, сейчас в меньшей степени влияние Хазбаллы сказывалось, но в принципе христианская часть, это казино, это развлекательные, курорты, пляжи и все остальное, европейцы, которые очень любили отдыхать там, ну, в конце концов, когда-нибудь это случится. И Ливан, как и в 60-х годах, до всех этих войн, начнет историю процветающего срединноморского государства, чего ему, по-моему, очень сильно не хватает. Я как раз послушала Востоковеда перед нашим с вами эфиром, и там было одно из предположений, это снова-таки очень субъективная оценка, но она была какая? Хазбалла как прокси Ирана, то есть, по сути, удар нанесен не только по террористам Хазбаллы, которые размещаются в Ливане, а вот прям по Ирану. И, соответственно, Ирану нужно мстить, мстить своим врагам. Делать это можно двумя способами. Это прямая война с Израилем, но на это мало кто делает ставку. А вторая – это, как мы говорим о том, что есть некая ось зла, так и они говорят, что есть прозападная ось. Это Украина, это Израиль, это, понятно, там блок НАТО. Соответственно, означает, что Иран может… Мне это непонятно, логика, да, в принципе, я ее очень допускаю, но что Иран может мстить как раз через нашу войну. О чем идет речь? Уже очевидно, что баллистические ракеты передали. Есть там непонятка с пусковыми системами, но, по сути, эксперты говорят, что у России есть свои. Им не обязательно, чтобы Иран им передавал. Там, с другой стороны, Россия, которая усиливает хуситов, про Ониксы рассказывали, о том, что они делятся своими ракетами. Допускаете ли вы, что действительно, вот он как бы прямой враг Ирана – это Израиль, но мстить будут нам? Да, по сути, потому что это логика Российской Федерации рассказывает, что они противостоят с Америкой и с НАТО, но воюют, конечно, где-то в районе Покровска, села Нью-Йорк, да, и Ореховая. Вот что такое война с Америкой. Они с Америкой в Угледаре, да, сражались. В Угледаре, да. То есть будут ли через нас заходить для того, чтобы отомстить где-то там про западные оси, ну и Израиль? Слушайте, ну это же уже происходит. А на протяжении двух с половиной лет что происходило? Просто, ну интересно, вот поставка этих дронов, которыми убивают украинцев со стороны Ирана. А помните, они отрицали, говорят, не, мы ничего не поставляли. Это до войны мы все поставили. Мы в период войны ничего, говорит, не поставляли. Было такое? Было. Это заявление не добыло. Иран. Ну, слушайте, это смешно даже обсуждать. То есть и ракеты, и снаряды, и дроны, и постройка завода в Елабуге. Дронов, да, которые предпринял Иран, да. Все это есть. Это никогда не начиналось и не заканчивалось. Это просто было. Ну, тут вот говорят, новый президент что-то там заявил, а мы не одобряем, так сказать, типа операцию. Он самый этнический азербайджанец. И, значит, ну, чтобы понимали, так сказать, персы это неоднородная среда. Там есть и азербайджанские части, есть, так сказать, чисто иранская. Близкая персы, кстати, армянам. Там есть некая родственность. Вот. Ну и, собственно, что? И это ничего не отменяет. Продолжают лететь эти шахеды, продолжают. Ну, они там модифицированы. Они их там по-своему называют российские. Модификацию. Те же баллистические ракеты предварительно уже тоже есть. Снаряды какие-то есть и так далее. Ну, как вот считать? Они отомстят через это или нет? Они это не прекращали делать. Ну и опять же, вот смотрите, вот мы снова говорим, а кто враги Израиля и Украины? Россия путинская, Иран, условно, Северная Корея, Хезбалла, Хамас. Хезбалла и Хамас, чтобы все понимали, поддержали Россию в войне с... Да, и там сложно предположить, что им там давать, да? У них нет непроизводённых вооружений, ничего-то, но политически поддержали. То есть это военные союзники. Россия, в свою очередь, помогает. И на территории Сирии обучала и Хамасовских боевиков, и ЧВК Вагнер, кстати, этим занимался. Тоже причудливо всё это, да? И Хезбалле так же, Хезбалла – это признанная Россией организацией. Поэтому, а как тогда? Я не понимаю. Враги одни и те же. Стороны противостоящие одни и те же. Ну ладно, там между Израилем и Украиной всё время какие-то там непонятные выяснения отношений. Хотя, опять же, непонятно, собственно, что выяснять. Никто не понимает, что выяснять. Вообще, что они выясняют? Что Иерусалим, что Киев? Никто ничего не понимает. До конца. Так проголосовали, не так проголосовали. Но враги-то одни. Враги одни. И поэтому, да, конечно, и в сторону Украины будет эта месть. Почему? Потому что это выглядит в виде военной помощи. В виде поставки вооружений. Вопреки эмбарго. Потому что Россия агрессор страны. Ей нельзя ничего поставить. Ну, запрещено. ООН не даёт такого права. Вот члену своей... Одному из членов, значит, являясь агрессором, он не имеет права этого делать. А они получают эту помощь. Ну, что это тогда? Поэтому, на самом деле, отыграться, как бы, может именно группа этих союзников. Потому что Москва-то не прекращает войну в Украине. И Москва, как мы знаем, уже отреагировала на убийство Насралы и вообще на действия Израиля. И они однозначны. Не однозначны. Они поддерживают Иран, они поддерживают Хазбалу, они поддерживают Хамас. А кого они поддерживают? Израиля не поддерживают? Тут тоже есть вопросы к израильскому руководству. Надо ли уже вовремя ли, сейчас ли, следует уже публично менять свою позицию и чётко заявлять о поддержке суверенитета территориальных ценностей. Но это и заявлялось. То есть нельзя сказать, что Израиль не заявлял о поддержке Украины. Ну и помощь какую-то оказывать. И сотрудничество военно налаживать. И действовать заодно. Ну, просто по обычному, так сказать, родовому признаку, как у нас у юристов говорят. Вот враги и вот враги. Если они одинаковые, значит нужно сотрудничество, чтобы с ними справиться. Вот я так себе это вижу ситуацию. Другое дело, что... Смотрите, какая штука. Москва, безусловно, провоцирует обострение на Ближнем Востоке. Всегда. Для чего? Всё очень просто. Чтобы отвлечь внимание от театра действий в Украине. Больше занимаются Ближним Востоком. Значит, меньше достаётся Украине. Ну, понятно, да. Деньги, военная помощь, публичное внимание и так далее. Кстати, как я и говорил, как я и говорил, что Америка, да, где-то там журит Израиль публично. А фактически помогает Израилю осуществлять операции и всех перегазов, но в меньшей степени. Но Хазбалу поддержал однозначно. Это, говорит, враг. Сегодня Байден заявил, туда его это, на Сроле, туда, на Сролу пусть отправляется. Он убил сотни американцев, как бы и аминь. Но ещё они сказали, только дёрнитесь. Вот у нас тут авианосцы стоят, только дёрнитесь. Хоть что-нибудь вот задвигается. Мы тут вот обстреляем, закидаем тамагавками. И всё закончится. Вообще всё закончится. И вас уверяю, оставшиеся в Хазбалле руководство, ну, Насроле, Хазбалле очень так... Я понимаю, это почти стало глаголом. Ну, лексика такая, она такая упоительная называется. Нравится, мы любим сочные выражения, поэтому отдаём дань его фамилии. Ну, теперь уже, как говорится, всё. Вот. Они поддерживают действие Израиля. Почему? Потому что это в общих интересах. Это в интересах стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, борьбы с терроризмом, укращения Ирана. В общих интересах. И в интересах Соединённых Штатов. Безопасности больше будет. Больше её будет. Вот и всё. Поэтому, на самом деле, я убеждён, что все эти события, они приведут к возможному сейчас вспышке обострения в Украине. Потому что для Москвы это очень болезненно то, что его союзники терпят поражение. Но это точно поражение. В Ливане это точно поражение. То есть, Хазбалла не может теперь сейчас похвастаться, что она может противостоять вот тому, что с ней сейчас происходит. Слушайте, от пейджеров до обстрелов, до взрывов в Бейруте, ну, как бы такие удары чувствительные. И Москве нужно будет снова возобновлять свою тайную работу для того, чтобы создать новые очаги обострения. Я не исключаю, что это будет Северная Корея, Юго-Восточная Азия, где-то там. Ещё где-то на Ближнем Востоке, чтобы это полыхало. Ещё раз подчёркиваю, этот анализ верен, что 7 октября 2023 года, даже если не было непосредственной команды из Москвы начать это всё, содействие тому, чтобы это на Ближнем Востоке началось, было. Москва способствовала тому, чтобы там эта вспышка произошла. А она же была одномоментной. Если бы не было событий 7 октября 2023 года, вот ничего даже сейчас с Хазбалой бы не было. Насрала так бы, сидел бы у себя в бункере и так далее. Ничего бы не было. Ничего бы не было. И Хамас ничего. Были бы, как это раньше было, где-то что-то стреляли, взорвали, ещё что-нибудь. Кто-то там на границе постреляли друг к другу. Но вот этого всего, что творится, не было. И как обычно, мы всегда говорим, виноват тот, кто начал. Как с Россией это справедливо, так и с Хамасом и Хазбалой. Всё, ты первый начал, ты и виноват. Не было бы это ничего, спокойно бы жили, каждый занимался бизнесом. Всё. Поэтому не исключено, что Москва отреагирует так, что она, во-первых, попытается в Украине что-то отыграть. Возможно. И попытается найти новый очаг войны для того, чтобы переключить внимание международного сообщества, прежде всего западных союзников, что Украина и Израиль, они одни и те же тоже, на этот новый театр военных действий. Не исключено. Знаете ещё почему? Потому что следующим за Хазбалой, догадайтесь, кто будет? Иран. Возможно, что от Ирана потом ничего не останется. Как в антисемитском анекдоте, берегите евреев, говорят армяне, их убьют, за нас примутся. Так что берегите Хазбалу, а то иначе займутся Тегераном. Вот и всё. Да, я бы сказала, что позиция Байдена, она тоже очень интересная, потому что она 100% продиктована предвыборной кампанией. И если бы было невыгодно поддержать, если бы такая конъюнктура сложилась, что нужно было пожурить и сказать, а я ему, ну мы как бы не очень-то и поддерживаем, он бы так и сказал. По сути, забирается один из козырей у Дональда Трампа, потому что это он сказал, что... Да, я, говорит, наведу порядок на Ближнем Востоке, но и без себя. И что, если, значит, не я стану президентом, то настоятельно... Израиль, я извиняюсь, он сказал, евреи, сказал Трамп, евреи, говорит он, через два года Израиль не будет, если вы меня президентом не изберёте. Вы понимаете? А теперь как бы всё. Ну так или иначе, мы понимаем, что Израиль остаётся в окружении врагов, но по сути их сила, их значение уменьшена во 100 крат. И вы правы, когда говорите, что, ну, во-первых, это технологические способности и разработки Израиля, но без Америки, ну, наверняка бы это всё так не произошло. То есть действующая администрация, демократы в этом помогли. Всё, как бы Байдену уже, а неизвестно, чем заниматься. Хотя он угрожает и уничтожением Ирана. Может быть, это и остаётся последним козы. Соответственно, если на Ближнем Востоке без тебя кое-как разобрались, ну, вот мы пока оставим на паузу, да, не видя, что будет происходить далее, остаётся Российско-Украинская война. Тут, вы знаете, абсолютные дебри для него. Состоялась такая долгожданная встреча Дональда Трампа и президента Зеленского. Я не уверена, что у президента Зеленского осталось приятное послевкусие от происходящего. Так что сказал, по сути, снова Дональд Трамп. Он повторил всё то же самое, ничего нового. Но он начал рассказывать о том, какие у него прекрасные взаимоотношения с Путиным. На что Зеленский ему сказал, что, думаю, у нас с вами эти отношения лучше. Трамп парировал и ответил, что для танго нужны двое. Что это за танго, который собирается танцевать Трамп, и кто эти двое? Потому что, по сути, наверное, своим ответом он, наоборот, отметает участие Украины. Будут говорить взрослые. Я разберусь и скину тебе, не дай бог по пейджеру, скину тебе смс в мессенджере, в телеграмме. Значит, то, что мы решили. Как бы вы подвели итог этой встречи? Ну, во-первых, как я и говорил, Трамп после 10 сентября, после дебатов, стало понятно, что украинский вопрос не такой периферийный. Раз. Что это не так, что да ладно там где-то, как он, это Венс говорит. Да-да, давайте напомним, что, по сути, Трампа в последний момент уговорили, потому что Зеленский должен был улетать. Да, надень задержался, надень задержался. Значит, ему сказали, это неправильно, да нет, да нет, это неправильно. Ты пойми, что ты сейчас от себя брык-брык какое-то количество избирателей сейчас отведешь. Они, которые сочувствуют, значит, всей этой истории, а я вижу, как грейф идет среди трампистов, вот этих русскоязычных трампистов, которые за Украину, безусловно, конечно. Они за Украину, нет, их нельзя, но они еще и за Трампа. Вот понимаете, вот такая дихотомия. Он и натурал, и гей одновременно, я бы так сказал, русский трампист. Он и как бы за Трампа, и как бы... Это называется бисексуалом. Да-да-да, вот он, вот он. Вот эта дуальность, она им мешает очень. Они никак не могут. Вроде как и от Трампа они видят, что идет негатив в сторону Украины. А с другой стороны, ну, они искренне поддерживают Украину. Я же не говорю, что они там... Украина для них это, так сказать, просто элемент их полемики. Нет, нет, они поддерживают Украину. Но они упорно не хотят видеть то, что говорит Трамп, то, что он декларирует, то, на чем он настаивает. Потому что это не очень укладывается в их концепцию, что нет, Трамп самый большой друг Украины. Вот Трамп придет, он вообще порядок наведет. И так далее. Понимаете? А мы как бы основываясь на том, что видим. Мы не пытаемся играть с реальностью. Мы ее просто вот говорим, как она есть. Вот он говорит, что, значит, там дети, говорит, будут погибать. Ну, понятно, в предвыборной риторике. Но он говорит, что у него с Путиным оказывается хорошее отношение. Понимаете? Что он, значит, вот, конечно, под танго он и подразумевал, что все на свете. И то, что и у нас с тобой взаимности большие нет, считает. Шпидель написал, не химии, говорит, между ними нет. А когда она была химией, приехал, значит, Зеленский к Трампу тогда. И вот это вот... Ну, он тогда помоложе был, как говорится, понеопытнее. От того, что от него требовал Трампа, он ужаса требовал. В какой-то предвыборной компании, там, и дело на Хантера, и все на свете. Да? Сейчас уже не так. Это тебе уже другой, Зеленский. Это уже не тот, который актер, там, продюсер зашел. И вот он в девятнадцатом году зашел, и вот встречается с Трампом. Это с его-то напором, его эксцентрикой. Сейчас это уже военный руководитель. Страны, которая, прости меня, Доня, уже два с половиной года защищается. Ты уже не так, что можешь там, это, понты кидать. Тебе и ответить могут. Не хочешь встречаться? Ну, не надо, все, он на самолет улетел. Это свидетельство о том, что Трамп сам больше заинтересован. Только он не хочет выдавать это, показать, что он больше заинтересован во встрече с Зеленским, чем сам даже Зеленский. Ну, Зеленский заинтересовал объективно. Действует двухпартийная стратегия, что кто победит, с тем мы будем работать. Ну, окей, это понятно. Я думаю, в Белом доме ее даже одобрили. Демократы сказали, да-да, встретись с ним, потому что он, конечно, чувак инфернальный, но лучше вы встретитесь, чтобы никто не говорил, что мы тут вас ангажировали, ангажировали и типа купили, а то бесконечно будут обвинять с этим заводом в Пенсильвании. Еще что-нибудь. Ведь предлог для невстречи был вообще надуман. Видите ли, Зеленский заявил в интервью о том, что нет плана. А что, он есть что-то план? Ну, мы еще раз хотим услышать от Трампа план. Он сказал, придет время, и я его оглашу. Ну, охренительно. То есть, он не предрешает, что ли, в этот вопрос? Он суверенитет Украины поддержит или нет, мы хотим услышать. Он территориально целостность Украины поддержит или нет? Он поддерживает стремление Украины к интеграции в западное сообщество и в НАТО, прежде всего. Ну, ответь на эти вопросы. Да, нет, не знаю. Какой вариант ответа? Ты собираешься продолжать линию на поддержку украинского суверенитета, поставку военной помощи, финансовое давление на Россию, в том числе санкционную? Нужно отвечать, нет. Он говорит, над санкцией, говорит, снять. Это в наших двусторонних интересах с Россией. То есть, ты игнорируешь полностью факт войны и нарушение международного права, безопасности и всего остального, что предпринято Путина. Это странно. Мы не можем это трактовать как поддержку Украины однозначную. Как противостояние Москве с ее агрессивными планами в отношении Европы. Я думаю, советники убедили его. Я думаю, они скажут, да нет, Доня, это неправильно, надо встречаться. Ты что? Если ты сейчас не встретишься, ну, все, эта тема уже улетела. За оставшийся месяц и там, ну, полтора недели это уже не восстановить. Зеленский сам к тебе уже не приедет, это уже самому надо будет ехать. Его Зеленский же пригласил, он говорит, ну, может быть, ага. Ну, как бы, это уже надо решать, тогда будет по-другому. Как ты выскажешься в пользу той позиции, что ты линию республиканцев на поддержку Украины и противостояние Москве поддержишь? Какой у тебя жест может быть яркий, если ты даже отказываешься от дебатов? Где ты еще раз можешь это продекларировать? И мне кажется, встреча прошла неудачно. Неудачно для Трампа. Вот мое мнение. Для Зеленского, ну, ну, что, он и так. Что Зеленский? Где-то выиграл, где-то проиграл. Ему деваться не было. Я всегда говорю, что, когда говорят, вот разгромный какой-то там неудачный визит к Зеленскому, провальный визит к Зеленскому. Ну, слушай, провальный, непровальный. Ну, так-то побольше. Он вернулся, тут война опять. Авдеевка, Покровск, Авдеевское направление, Углидар, Курская область, Харьковское направление. Понимаете, он вернулся вообще вот к этому. Так, как будто бы он может себе позволить, да, вы знаете, визит был не очень дал, но я вот еще раз попытаюсь отыграть. Ему же не до того. Ему же деньги, оружие, разрешение на удары вглубь территории. Это совершенно другой характер вопросов. Это не про, знаете, политическое самолюбование. Я вот везде побежал, везде выиграл. Безусловно, Зеленский очень чистолюбивый человек, предельно чистолюбивый человек. Но, извините, одно дело чистолюбие, когда люди схоластически спорят о политике. И там кто влиятельнее. А другое дело, когда у тебя на плечах война. Ну, честно говоря, не до часоплюйства и не до вот этих, знаете, нарциссического самолюбования. А вот Трамп никогда о себе любимом не забывает. Он везде должен покрасоваться. Он должен всех словесно, значит, опередить, подавить. Да, у меня, говорит, хорошее отношение. Но я думаю, лучше со мной будет, сказал Зеленский. И тот вот спорировал именно, как ему кажется, очень изобретательной отсылкой к танго про двоих. Не знаю, что он там танцует. Вот. Но в любом случае, я считаю, этот тур Трамп проиграл однозначно. Нельзя суетиться. Нельзя то буду встречаться, то не буду. Политики такого масштаба. Либо-либо. Или сразу говоришь, нет, я не буду. После выборов стану президентом, буду встречаться. Либо уж, извините, встречаюсь. А вот так, что буду, потом не буду, потом снова буду. Ну, это некрасиво. Это не солидно. Это для президента Соединенных Штатов вообще не канавит. Поэтому я бы сказал, вы знаете, Трамп так пока, пока, если ничего не произойдет, уверенно идет к своему поражению. Понимаете? Уверенно идет к своему поражению. Он даже так добавляет газу к своему поражению. Он усиливает, вот педаль давит, и он так твердо подъедет, так сказать, получившим твердо красивое второе место. Знаете, у нас было много тревожных вечеров и ночей за годы полномасштабной войны. В этом году тем более. Но все-таки, конечно, 5 ноября это будет качественно отличаться. Мы, конечно, будем следить за итогами, чтобы дождаться с утра и понять, в каком мире мы проснулись. Но я хотела вас, в общем, спросить и после этих встреч, и после этой недели в Нью-Йорке, после Генассамблеи, так много появилась различной информации. Остается ли у вас к ней доверие? Есть там один источник за иконами, что писал о том, что президент Зеленский готовится к президентским выборам в следующем году. Я поспрашивала украинских политиков, и мнения разделились. Кто-то говорит, да, мы слышали, знаем, готовимся. Кто-то говорит, это невозможно. Это действительно невозможно. По действующему украинскому законодательству даже не буду вдаваться в детали. Сегодняшний материал уже вышел о том, что президент Зеленский готовится к переговорам, да, то есть это там уже отсылка к переговорам с Российской Федерацией. И, с одной стороны, я помню вашу точку зрения, что там мирные саммиты, вот это все слава Буде, это для того, чтобы затягивать время и отыгрывать свою роль. С другой стороны, а как в таком случае вот считываться должны все эти месседжи этой недели? В них есть суть или это тоже? Вбросить все на свете, кто хочет выборы, кто хочет переговоры, мы на все готовы, а на самом деле будем продолжать делать свое. Смотрите, я говорил так, что все, что все эти инициативы, которые берет на себя Украина или поддержит, или откликается, отзывается на призывы того же Вашингтона о мирном процессе и чем-то таком, это игра. Все-таки это игра. Почему? По одной простой причине, что с той стороны у Москвы нет ни одного реального сигнала, который бы свидетельствовал, что Москва готова вовлечься в нормальные, полноценные переговоры, грозящие обычным нормальным урегулированным дипломатическим этого конфликта. Мы не видим ни одного такого сигнала. Москва не настроена вообще. Ну что, они в Киеве не понимают, что это? Ну как, ну, они там говорят о безумных своих этих требованиях, продолжают поддерживать и тех, которые трое были озвучены, три требования, которые Путин озвучил. Еще раз их перечислю, это снятие всех санкций, отказ Украины от членства НАТО, освобождение четырех территорий до административных границ, Херсонской, Луганской, Запорожской и Донецкой, да? Ну, все эти условия неприемлемые. А что-то другое прозвучало? Ну ладно, уберите предварительные условия, давайте просто садимся и разговариваем. Я не слышал. Кто-нибудь слышал, пусть мне скажут. Поэтому Украина понимает, она не хочет остаться в роли вот такого стороны, которая аутсайдерной, лузерской, которая вот на все отказывается, но вы уже достали. Вам и это предлагали, и это предлагали. Ну, правда, никаких предложений не было, мы же понимаем, что это игра, это шарка. Ну, пожалуйста, вот Лавров, который там в Нью-Йорке тоже выступал, сегодня дает пресс-конференцию, что-то я мельком сейчас увидел в чате. Он и говорит, что, ну, типа, на встрече с Трампом, давайте я прям процитирую, а то скажет Федя на ходу что-то интерпретирует. Вот он говорит, так, Лавров, Лавров о готовности Трампа решить конфликт на Украине. Будем рады любым инициативам, которые приведут к урегулированию страны первопричиной. Лавров, если у Трампа получится убедить Киев, прямая цитата, отменить дискриминационные по отношению к русскоязычному закону, это будет шаг в правильном порядке. А я хочу задать вопрос, это какие такие законы дискриминационные? А я вам скажу, какие, что государственный язык один. Да. Уже это имеет в виду? Вот он считает наличие государственного языка в Украине дискриминационного закона. Понимаете? То есть, сядь туда же. Это вот они так понимают деноцификацию. Указывать, какие законы должны быть, какие. А давайте мы вот тоже поуказываем, какие в Москве должны быть законы, чтобы она имела право, как нормальный член международного сообщества, принимать участие в таких переговорах с Киевом. Вы, пожалуйста, у себя в России сделайте выборы свободные, и тогда с вами можно будет достойно разговаривать. А не вот тот концлагерь, который сейчас в России существует. Нет? Никто не хочет задать в России вопрос? Почему Киев? Ну, даже помимо этого, я лишний раз скажу, это демонстрация того, что они ни от чего не отступились. Они все туда же. Деноцификация, демилитаризация, весь набор. Ну, а о чем это свидетельство? Он может и детально это раскрыть. Он может все те же пробовнить требования, которые и были. Но а где здесь возможность диалога? Какая здесь предпосылка-то его? Конечно, Москва хватается, и никаких уже сомнений нет за победу Трампа. Если Трамп победит на выборах, Москву это более чем устроит, и она на это закладывается. Безусловно, это уже ясно. Сейчас они параллельно со своей стороны, в своем объеме принимают участие в расширении инициативы Бразилии и Китая. Мы тоже это видим. Присоединяют вот этих, которые в космос летать вместе с Россией будут. Зимбабву. Там же, вы знаете, что по космосу они же точно такие же договоры. Там много африканских стран. Это вот их партнерки по сотрудничеству в космосе. Конечно, они пусть вместе туда и летают. Прямо из Зимбабву пусть летят. Причем Лавров пусть первым. Космическим туристам. Я к тому, что они и там принимают участие. Они играют на нескольких досках. Это естественно. И то, что Украина не вовлекается в это во все слишком... Ну, скажем так, вот предложили план победы, его типа отвергли и что? Ничего. Будет второй план победы. Третий план мира. Десятая формула мира. Нет проблем. Вы хотите, мы вам выкатим все, что хотите. Вот по заказу. Если вы к этому встретите. Почему, чтобы дошло уже к ситуации, когда все скажут. Ну, чего мы постоянно от Украины что-то требуем? Мы же все понимаем. Мы же себя обманываем, что проблема в Москве, которая начала эту войну сама в расчете на уничтожение Украины. Которая отказывается, не добившись своих целей за два с половиной года, отказывается от мирных переговоров. Продолжает вести себя так, как будто она в этой войне выиграла. Нельзя России войти в переговоры на условиях, как победителя. Для этого нет никаких оснований. И поэтому с этой точки зрения, да, все продолжится как минимум до ноября. Пока 5 ноября не пройдут выборы и один из кандидатов не победит. Трамп или Харрис. Ну, посмотрим, кто это будет. Это первый. До ноября ничего не будет. Уже ведь осталось 5 недель. Ну, что это? 5 недель, что уж как-то пройдут. За 20 с половиной года, которые прошли в масштабах его. А там конец года. Там 20 января уже инаугурация. И мне кажется, все будет происходить только после инаугурации. Когда придет новый президент. Что-то сделает прежний президент Байден. Успеет, наверное. Ну, опять же, при раскладе, что Харрис будет его наследницей. Только при этом раскладе. Если будет Трамп, то, конечно, это будет гораздо тяжелее. Потому что он может отменить все, что делает на остаточных месяцах администрация Байдена. Но, наверное, что-то будет. Что будет? Ну, скорее всего, разрешат вглубь территории России. Может быть, не полностью, но какими-то ограниченными средствами все-таки удары производить. Вот мое такое мнение. Тем более, это еще будет болезненно. Что, скорее всего, в связи с наступлением холодов. Реальных холодов в ноябре. И, так сказать, слякоть сменят морозы. Ну, что, очевидно, в декабре и позже, в январе. Скорее всего, наступление замедлится. Российских войск, вот это движение, оно замедлится существенно. Так же, как и Украина вряд ли сможет до Курска дойти. Тоже не ждите этого. Вот мой прогноз. Вы вспомнили про Китай. И там, на самом деле, если на Соединенные Штаты Америки берут в своей дипломатии и политике паузу, даже в преддверии выборов, то эту паузу кто-то заполняет. Об этом сейчас поговорим. Я только напомню нашим зрителям. Друзья, сейчас самое время оставить свой лайк. Подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф. И, естественно, все ваши комментарии, они приветствуются. Значит, весь этот, всю ген-ассамблею ООН, Китай использовал каждое мгновение себе в пользу, потому что, оказывается, есть такое объединение теперь Друзья Мира. Собираются туда вот как раз все, кого мы знаем, все, кто поддерживает и усиливает Российскую Федерацию. И все это во главе с Китаем. Туда же присоединяются страны так называемого глобального юга. Сейчас это все возглавляет глава МИДа Китая Ван И. Ну и, естественно, ходит там, всем распечатывает, раздает их визию, их видение того самого китайско-бразильского плана. Значит, из того, что, конечно, вызывает большой вопрос, это Венгрия, которая хочет присоединиться к китайско-бразильской инициативе, так называемые Друзья Мира, которые, ну, фактически, мы же не сомневаемся, что они готовят капитуляцию. Этот план, по сути, видела украинская сторона и снова сказала, план фигня. В Европейском Союзе, конечно же, тоже немножко шокированы Венгрии, которые выбирают другую сторону, хотя это не впервые у них есть торгово-экономические отношения с Китаем. Тем не менее, китайская дипломатия вот сейчас, как раз, пока Америка занимается внутриамериканскими вопросами, она наступает. И это при том, что мы бесконечно говорили, что Китаю невыгодно, чтобы Россия победила прямо здесь и сейчас, иначе они не смогут ее продолжать откусывать и бесплатно забирать все, что есть у Российской Федерации. Так для чего же в таком случае это объединение, эти Друзья Мира, и как далеко они могут зайти? Я бы, вот честно говоря, все равно, несмотря даже на вот этот очевидный паз в сторону Москвы, со стороны этой Мир инициативы, Друзья Мира и плана, они обещают его обнародовать. Его видела Украина, но плана мы-то с вами не видели официально, все комментарии. Я все-таки не очень верю, что Китай вот настолько хочет заложиться в пользу Москвы. Знаете почему? Я вот тут начал статистику смотреть. Два триллиона, два триллиона долларов оборот со странами золотого миллиарда у Китая. То есть только миллион, миллиард, триллион триста пятьдесят миллиардов годовой, это с Европой, соответственно, и с Соединенными Штатами. Ну, там еще Япония прибавляется, ну, и пошло дальше Австралия. Россия, годовой торговой оборот, говорят, двести-двести двадцать миллиардов. Сейчас вот они заявляют, это все ресурсный обмен. Вот я взвешиваю. Два триллиона и двести. Ну, или двести миллиардов. Вот я хочу понять, так сказать, что Китаю к его выгоде разрыв отношений с Западом. Окончательно, бесповоротно, если он откровенно поддержит Москву. Вот в чем? В чем этот интерес? В чем это, так сказать, следование этому интересу? Потому что говорят, ну, конечно, он с Россией поддерживает отношения, потому что Россия сателлит, и они планируют захватить все-таки Россию. Рано и поздно русская Азия перейдет под контроль Китая. Это действительно так и произойдет, скорее всего, с высокой степенью вероятности, если ничего не изменится в планетарном масштабе, исторически, в судьбе России. Скорее всего, так это и произойдет. Просто русский человек этого еще не понимает, возможно. Он считает, что это благо, если он станет жить под небесной, что называется. Но это уже вопрос такой, знаете, больше философский, который к сознанию людей апеллирующий. Ну, бог с ним. Зачем Китаю дать возможность Москве победить? Потому что ценой этой победы будет, ну, не просто конфликт с Западом окончательный. Не просто, значит, прекращение вот этого всего приоритета. Китая как мастерской большой для всего шарика, что называется. Ну, понятно, там, где есть реальное производство от 70 до 80, 70 до 75% мирового ВВП, это вот эти страны золотого миллиарда. Америка только, это 22-24%. Ну, точные цифры, пусть экономисты, узкоспециально направленные, изучающие этот вопрос, могут уточнить. Ну, я называю такие известные, общеизвестные данные. Зачем это Китай? Чего вот реально Китай хочет? Китай хочет локализации и решения своих интересов. Например, конкретно Тайвань. Отдайте нам Тайвань. Ну, хоть через 40 лет. Давайте подпишем бумаги, что Тайвань интегрируется в континентальную часть Китая. Мы хотим, так сказать, что нам дали эксплуатировать эту Русскую Азию не мешально. Знаете же, Трамп кричит на всех углах о том, что надо не дать России подпасть под Китай. Да нет, это вчера надо было делать. Поздно. Поздно, Донни. Поздно. Это самое ошибочное их представление о том, что можно Россию оторвать от Китая. Что Россия может, так сказать, изменить стратегию не в Азию, а обратно туда, куда-то, на Запад или уже, я не знаю, в Космос. Все. Все. Слишком много всего сделано уже. Осталось только бомбу еще кинуть. И там вообще другой мир будет. Так вот, Китай хочет иметь территории, ресурсы России, чтобы усилиться. И он почти решил этот вопрос. Почти решил. В том смысле, что ему нужна слабеющая Москва, слабеющая Россия с слабеющим Путиным, но не проигравшая война. Не проигравшая война. Так вот, план этот, который затевает Китай, а, конечно, и Бразилия там главный, а именно Китай, для того, чтобы Москва не проиграла войну. Китай не выиграла, а именно не проиграла. Другие участники могут по-другому считать. Там прямые союзники Москвы, они хотят победы, это понятно. Но вот Китай не может позволить Москве выиграть, потому что потери будут несопоставимо большие по отношению к дивидендам, которые можно получить. Да, очень хорошо захватить Забайкаль, Дальний Восток, Восточную Сибирь. Только на какие шиши-то ее эксплуатировать-то? Если начнется кризис, вызванный прекращением реального обмена, реального сотрудничества Китая с Западом. Все богатства Китая, прирощенные за эти последние четверть века, по меньшей мере четверть века, чуть больше, но взрывной рост произошел за эти четверть века, начиная с конца 90-х годов. Это все заслуга Запада, который обвалил гигантскими инвестициями туда, внутрь экономики Китая, дав ей неслыханный рост. Невероятный рост, он доходил до невероятных процентов. Сейчас там то ли 6, то ли 8, по снижающейся линии это идет. Он доходил до 12 и выше процентов роста экономики. Вот это все будет закончено. Потому что вопрос о стабильности, безопасности и отказа от войн в Европе является главным вопросом. Не взаимодействие с Китаем, не двухтриллионные обороты, а именно стабильность и безопасность в Европе. Они залог того, что Европа способна будет продолжать обеспечить экономический рост в условиях отсутствия угроз ее безопасности со стороны восточных соседей. Поэтому я считаю, что и для Китая это тоже игра. Не дать проиграть России, не дать проиграть Путину – это игра. Я не верю, что Китай варится окончательно в то, чтобы дать Москве выиграть войне с Украиной, захватить Украину, подчинить ее себе, тем самым напрягая и без того плачевные отношения с Западом, естественно, самого Китая. Я уж про Россию не говорю, о России паре в этой системе отношений. Не будет этого Китай делать. Вот и все. Я думаю, что сейчас украинцам особенно больно слышать, хотя и впервые, что действительно у всех есть некая своя игра. Пока здесь решаются человеческие судьбы, пока здесь разрушаются населенные пункты, целые регионы. У нас трагедия за трагедией, у нас кривой рок, у нас суммы, ракеты, которые убивают людей, гражданских, военных. А мы, думаю, говорим о том, как более глобальные стратегии, глобальные страны, конечно же, делят свою зону влияния. Окей, Украина два с половиной года это и видит, и слышит, и именно поэтому пытается стать сильнее, самодостаточнее для того, чтобы нам не пришлось максимально зависеть от решения других. Но насколько мы станем сильными, это мы увидим в перспективе. Продолжение следует...